Всем привет, друзья! Меня зовут Компот, и вы не представляете, как я сегодня рад. А знаете, почему я сегодня рад? А потому что сегодня я совершаю покупочку. Вы скажете, что? Ты опять покупаешь кузницу? Ты опять покупаешь себе дом? Зачем тебе столько домов? Ты что, их коллекционируешь или переделываешь во что-то? Но нет, друзья. Сегодня я покупаю и официально становлюсь директором самого крутого магазина в деревне жителей. Да, я там всё куплю, я там переделаю под себя. Почему я решил это сделать? Потому что я уже давным-давно живу в этой деревне и решил, что в этом магазине нужно что-то менять. Поэтому я решил его купить. Вот я сейчас покупаю вон ту кузницу, вот как видите, там магазин. И сделаю там полностью свой ремонт, свою перестановку. Короче, то, что я хочу, то, что я считаю нужным. И мне в этом никто не помешает. Значит так, жители всё слышали? Магазин закрывается на ремонт. И я, друзья, пошёл ремонтировать его. Короче, давайте я сначала вам покажу, что за магазин. Вот такой вот у нас магазик. Вот такой вот прекрасный магазик. Хопа, вот как вы видите, он вот так вот выглядит, похож на кузницу. Давайте смотреть, что у нас есть. Во-первых, у нас тут есть касса. Ну, я думаю, что кассу нужно починить, потому что тут не работают, во-первых, лампочки. Во-вторых, вот эта вот лента, она не едет, то есть она сломалась. Нужно это всё тоже починить. Дальше тут морковь у нас стухшая лежит. Её тоже нужно заменить. Вот этих вот полочек тут не будет. Я решу что-нибудь сюда получше поставить. Дальше. Печки. Ну, печки пусть, в принципе, будут. Можно даже ещё одну добавить. Мне, в принципе, вообще не жалко, потому что и я купил этот магазин, друзья. Уху! Я не перестану просто хвастаться перед вами, потому что я, ну, очень сильно рад. Вот такой вот офигенной покупки. Зато деньги зря не всадил. Давайте зайдём внутрь и посмотрим, что внутри. Внутри у нас продаются книжки. Их практически все разобрали. Ну, как все? Короче, они стоят не очень красиво. Нужно будет заполнить эти полочки, заказать новые книги. Новые книги из города, чтобы их тут продавать. Дальше. Еду. Еду, опять-таки, тоже много какую раскупили. Как видите, некоторых полочек, так сказать, недостаточно. Вот, как видите, тут дырочки у нас. Поэтому нужно купить новую еду и выбросить вот эту вот сырую еду, потому что у нас тут нет колозильника и они все попортились. Дальше. Также у нас тут продаются игрушки. Ну, игрушки, в принципе, практически никто не берёт, потому что детей у нас очень мало. Поэтому от игрушек, наверное, мы откажемся и закажем побольше еды или побольше компьютеров. Да, тут у нас продаются ещё компьютеры. Смотрите, этот самый слабый, этот помощнее, а этот самый-самый мощный компьютер. Он даже светится, когда я его включаю. Короче, вот такие вот мониторы к нему идут. То есть компьютер, обычный стандартный компьютер в Майнкрафте, который я вот так вот, так сказать, продаю. Продаю, кстати, очень-очень дёшево. И также у нас тут продаются картины, как вы видите, вот такие вот прекрасные, офигенные картины. Конечно же, это не оригинал картин, потому что они бы стоили бешеных денег. Так, это просто обычные картины, которые я продаю по, там, 500 рублей, по 1000 рублей. Вот такие вот офигенные картины. Эти стоят по 1000, эти две по 500. Так, ребята, короче, знаете чё, давайте-ка начнём делать ремонт. Всё, я не хочу больше разговаривать, потому что, ну чё так просто тараторить. Давайте всё переделывать так, как я хочу. А я хочу тут сделать реально красивую, очень прикольную тему. Итак, друзья, давайте всё переделать. Во-первых, этого тут всего не будет. Я этого тут видеть не хочу. Я хочу, чтобы тут стояли книжные полочки, друзья. Да, я думаю, что это намного-намного круче. Смотрите, как это офигенно выглядит. Магазин теперь похож на магазин. Так, теперь нужно починить кассу. Ну, блин, тут нужна электрика вызывать. Ладно, потом мы это сделаем, потом мы это сделаем. Поставим сюда ещё одну печку. Я думаю, это будет смотреться, ну, просто офигенно. Дальше. Так как мы поставили сюда книжные полки, у нас становится намного больше места, чтобы разместить сюда что? Правильно, друзья. Вот такие вот штучки. И также мы сюда сейчас разместим ещё и сундуки. Вот спросите, а зачем, друзья? Там будет складироваться у нас, так сказать, склад. Не знаю, как ещё сказать. Короче, ставим сюда вот эти вот штуки. Так, отлично. Ага, друзья. Ставим вот так вот их. Теперь давайте вот, блин, ставим вот так вот. Отлично. Так, давайте поставим теперь день, потому что, ну, я обожаю день. Я не хочу, чтобы у нас была ночь. Так, всё, поставили день. Теперь давайте делать всё внутри. Я думаю, что внутри, так сказать, самое главное всё украсить. Так, ну, во-первых, 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 книжные полки. Книжные полки мы, наверное, сейчас снесём. Компьютеры вот нужно заменить на новые. Компьютеры я хочу теперь продавать не только компьютеры, а ещё и ноутбуки, и всякие там телеки и так далее. Например, хочу продавать стиральную машинку. Вот это вот ещё фигню, не знаю, как называется. Видеокамеры хочу продавать. Хочу продавать, эм, чё ещё хочу продавать. Кстати, о пожарной сигнализации. В магазине же должна быть пожарная сигнализация. Во, теперь зашибись, всё будет у нас с вами хорошо. Так, давайте поставим сюда стиралку. А сюда мы поставим вот это вот, я так понимаю, это сушилка белья, да? От игрушек, как я говорил, мы отказываемся с вами и поставим сюда видеокамеру. А она у нас сюда не влезет, да? У нас слишком маленький магазин, я правильно понимаю? Надо сейчас всё проверить. Да, у нас слишком маленький магазин, она сюда не влезет. Окей, откажемся пока что от этой вещи. Лучше поставим сюда вот эту вот штуку, да? Будем продавать такой музыкальный бокс. Согласитесь, уже магазин намного красивее. Дальше, ПК мы заменим на красные, более ярые такие красивые цвета. Также монитор у нас теперь будет не просто монитор, а с клавиатуркой, представьте себе только. Так, и большой телек у нас, наверное, не влезет. Да, я был абсолютно прав, он у нас с вами не влезет, поэтому у нас с вами влезет там монитор. И также мы сюда поставим вот такую вот приставку для телевизора. Ну, собственно, практически всё готово. Также картину, но я думаю, картину нужно заменить на какие-нибудь другие, более интересные. Эм, а это что такое, друзья, я не понял? Так, сейф какой-то, ну-ка. Блин. Он что, закрыт, что ли? Да нет. Тумблер показывает, что он открыт. Он заржавел, видимо, что ли? Ну-ка. Давай-давай, открывай сейф. Это чё? Это чё такое? Смотрите на это! Что? Алмазы, золото, изумруды и куча оружия. Оно хотя бы настоящее, мне кажется? А, ё-моё! Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Это чё такое, я не понял? Тут сейф под картиной был? Тут за картиной был сейф? Так, стоп. Чё тут ещё? Карта. Карта какая-то. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Друзья, это... Это очень знакомое место. Стоп. А это случайно... Это не... Это... Это не туда? Нет? Нет, ну-ка. Друзья, это там. Стоп. Я... Я вообще не понимаю. Вы можете составить логическую цепочку? То есть, у меня в магазине находился сейф с оружием, с огромным количеством драгоценностей и картой. Так, стоп, друзья. Минуточку. Минуточку. Давайте-ка сходим, друзья, по этой карте. Я же не знаю, что это за фигня такая. Так, погодите-ка. Она ведет меня туда. Ну, по сути, это недалеко. Показывает карта мне. Давайте сходим. Может, кто-то забыл из покупателя, не знаю. Хотя, друзья, это очень-очень странно. Так, о, вот. Вот я начал отображаться на карте. Ага. Так, карта говорит мне идти туда. Отлично. Ага, все, я правильно иду, друзья. Так-так-так, е-мое. Куда дальше идти? Слушайте, а дальше я не вижу, куда идти. Вообще непонятно. Так-так-так-так-так. Так, что тут у нас? Тут у нас, я так понимаю... Да, обычная пещера. Окей, я ведь... Опа. Да, это как раз-таки то место, которое мне показывает карта. Хммм. Очень странное место. Я вообще не понимаю, что это делать в моем магазине и куда меня привело. Что это за бред? Тут железки какие-то, как бы не поцарапаться. Что, вентиляция какая-то? Тихо. Там что, люди, что ли, какие-то? Или это жители? Это жители-игрок! Что? Слышишь ты, куда ты делал все мое оружие драгоценности? Говори! Не бойся, не бойся. Прости меня, пожалуйста. Мы скоро устроим нападение на деревню жителей. Я все надежно спрятал. Однажды я сходил в супермаркет, установил там сейф и спрятал его под картину. Я спрятал туда все драгоценности, все оружие и прочее. И скоро я приеду туда заново. Мы убьем продавца, мы убьем всех, мы убьем администратора и также мы захватим всю деревню. Не волнуйся, я все сделал так, как ты сказал. Отлично. Чтобы сегодня было все. Ё-моё, друзья, вы это слышали? Они готовят нападение на деревню жителей. Ё-моё, нужно это срочно предотвратить. У меня чёрт, 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 чёрт. Точно, я забыл взять оружие, я забыл взять оружие. Мне срочно, друзья, нужно забрать оружие и предотвратить это нападение. Быстрее, 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 пока они не начали нападать на деревню жителей. Ё-моё, вы это вообще слышали? Они хотят просто взять и уничтожить нашу деревню, уничтожить мой магазин. Ну нет, ну нет, я вложился в этот магазин, я не позволю этого сделать. Так, 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 а что я должен сделать? Во-первых, я забираю отсюда всё, абсолютно всё забираю отсюда. Также оружие тоже всё абсолютно забираю. Так, это я беру в руки, пистолет. Блин, я никогда не стрелял с оружия. Я даже не уверен, что я смогу предотвратить. Стоп! Это же настоящее оружие, я могу их убить. Так, стоп, стоп. А, нет, смотрите, друзья, пистолет, он пневматический. Он пневматический, отлично, с усыпляющим газом. Всё, отлично, я никого не покалечу, я просто их сейчас усыплю и вызову полицию, друзья. Всё, отлично, всё будет действовать вот так, именно вот так. Всё будет, друзья, хорошечно. Так, 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 мы должны, друзья, с вами победить этих тупых и наглых бандитов. Так, 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 давай быстрее, быстрее, Рома, беги, Рома, беги, Рома, беги. Так, всё, отлично, я прибежал. Так, 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 так. Теперь нужно действовать как-то аккуратно и как-то супер быстро. Так, друзья, давайте. И, и, давайте открывать дверь. Эй, стоять! У меня есть оружие! Не подходите ко мне! Сейчас приедет полиция. Чёрт, это ещё кто? Я же тебе сказал, не оставляйте там карту. Это, видимо, продавец магазина. Получайте все! Получайте, получайте, получайте! А-а-а! Хуй, друзья. Я, видимо, их кинул в АФК с помощью оружия. Так, отлично. А что за компьютеры? Что это вообще? Это что, наша деревня? Это наше поле? Погодите. Что? Взрыв через 20 секунд. Нет, нет. Я должен это предотвратить. Давайте быстрее. Так, печатаем, 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 печатаем. Печатаем, мы должны сломать один из компьютеров. Так, ну. Какой, друзья? Какой? Срочно пишите в комментариях. От вас сейчас зависит всё. Я вижу, многие пишут средние. Давайте! Спасибо, друзья, вам. Вы мне очень сильно помогли. Так, отлично. Мы отключили всю систему безопасности, все взрывы. Теперь я срочно выбегаю. И пока они не проснулись и не вышли с АФК, мне нужно срочно звонить в полицию, чтобы они приехали и разминировали мой магазин. Они говорили про какую-то бомбу. Они говорили, что всё уничтожат. Мне нужно срочно идти эту бомбу в моём супермаркете. Короче, друзья, спасибо большое, что мне помогли. Я в долгу просто не останусь. Вы мне очень сильно помогли обезвредить всех этих воров. Так, где эта бомба? Вот эта бомба! Вот она, чёрт! Она может со временем взорваться. Хотя я отключил систему безопасности и систему взрывов. Но всё равно, кто знает, что может произойти. Короче, друзья, я жду полицию. На этом всё. Если хотите продолжения, жмите лайк. Всё, друзья, всем удачи, всем спасибо. И всем пока, друзья. До скорых встреч.